Добрый вечер всем журналистам и дружественному российскому народу, который всегда поддерживает справедливость. Мы высоко ценим позицию России, особенно в последнее время, когда коалиция международных сил объявила войну Сирии. Цель этой войны – приблизиться к российским границам и поддержать интересы в регионе Ближнего Востока, США и их союзников. И заодно избавиться от террористов, которые собрались в Афганистане, Пакистане и некоторых европейских странах, отправив их на территорию Сирии. А также ослабить Сирию в борьбе с израильскими оккупантами. Единственной выигравшей от этой войны, которая продолжается почти три года стороной, является Израиль. Но выдержка Сирии с поддержкой ее союзников – России, Китая и Ирана – привела этот заговор к провалу. Чем ожесточеннее столкновения и бои, тем ближе конец этой войны. И когда мы смотрим и слушаем лживые каналы, такие как Аль-Арабия и Аль-Джазира, мы понимаем, что цель этой войны – контроль над Ближним Востоком. Я занял этот пост полтора года назад. Конечно, к тому времени произошло уже много событий. Так как Тартус и побережье в целом пострадали меньше всего, а восточные и центральные районы, такие как провинции Хомс, Алеппо, Идлеб, Рака, Дер-Эзор и другие, были вследствие действия террористов очень горячими, люди начали покидать свои города и переезжать сюда, в более мирные места. В соответствии с распоряжением правительства, мы приготовили 21 центр приема беженцев. Мы приняли около 600 тысяч беженцев из этих районов и сделали все возможное, чтобы обеспечить им нормальный уровень жизни. В этих центрах были созданы поликлиники, где круглосуточно дежурили врачи. Были созданы дополнительные места в школах с 1 по 12 класс. Всех детей приняли в школы и бесплатно обеспечивали их учебниками и тетрадями. На работу были приняты все учителя, с учетом их стажа и предыдущей зарплаты. Со своей стороны, Мариагорда делает все для обеспечения беженцев всем необходимым. Беженцы были обеспечены чистой водой для питья и ежедневных нужд. С помощью ЮНИСЕФ, ООН, Организации Красного Креста и Полумесяца, Министерства занятости, мы, в связи с увеличением числа беженцев, увеличили размер бесплатной продовольственной помощи с 7 до 32 тысяч потребительских корзин. Мы пытаемся обеспечить беженцев максимальным комфортом и всем, чего им не хватает. Большое количество беженцев приняли у себя жители города и теперь делят с ними хлеб, соль, одежду и лекарства. Мы выполняем все указания правительства по этому поводу. Господин Майор, вы человек, который всегда в поле, как говорят ваши сограждане. Что делать в гументальной сфере для того, чтобы отличить положение семей, чьи армейцы погибли на поле мертвых? Конечно, в Тартусе очень много погибших солдат. Например, я вспоминаю историю, когда одна из женщин рассказала мне, что в ее семье погибли ее муж, генерал-майор, ее брат, бригадный генерал, и сын, старший лейтенант. Мы, как правительство, так и мэрия, ответственные за государство, выражаем соболезнования семьям, присутствуем на похоронах. Похоронные процессы обычно превращаются в диалог с гражданами, в ходе которого они обращаются со своими просьбами и проблемами, начиная от семьи погибших и заканчивая всеми жителями деревень, где происходят похороны. Конечно, мы обеспечиваем их материальной и гуманитарной помощью. В соответствии с распоряжением правительства, мы обязательно берем на постоянную государственную работу как минимум одного из родственников погибшего, брата, сына, жену, для того, чтобы обеспечить семье нормальный доход. Если семья не имеет собственного жилья, то помогаем его получить. То, что Сирия победит в войне, не вызывает ни у кого сомнений. Это вопрос ближайшего будущего. С вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, при восстановлении мирной жизни какие основные проблемы будут стоять в перекладе и в социально-экономической промышленности. Как вы сказали, результат войны ясен. Конечно, армия победит террористов, потому что наше дело правое. Сила Сирии в ее народе, который поддерживает армию и снабжает ее. Сирия сильна своей экономикой. Современная Сирия начала строить свою экономику с 70-го года. И с того времени было сделано очень много. Построено множество бесплатных школ и университетов. Государственная медицина бесплатна, чего нет во многих странах. В Сирии сильная экономика. И после войны мы начнем отстраивать все заново. Мы надеемся на 2014 год. Планируется хороший бюджет и мы отстроим страну еще лучше, чем раньше. Я хочу выразить огромную благодарность России, Ирану, Китаю, странам Латинской Америки и всем странам, которые поддерживают справедливость. Поблагодарить за детально и подробное интервью. Шукра. 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 Продолжение следует...